В 1985 году Мой друг, к сожалению, не покойный, Стас Шевченко, вернулся с охоты и говорил Я видел там аналеди, на плато, где мы куропаток обычно стояли, охотились Видел аналеди и обломился один пласт Аналед что такое? Это реликтовый дед, который не тает никогда До лета он не успевает растаять, а зимой снова не рожает Ему может быть тысячи, может быть десятки, может быть сотни тысяч лет Но вот геологи, грациологи, они убеждены в том, что это остатки того самого оведенения всемирного Я в этом сомневаюсь, но сейчас не буду увлагаться почему именно Многие понимают о чем я говорю Но вот когда Стас сказал, что он видел привиток Даже в то время, когда я еще особенно не занимался этой тематикой Я пришел в неудержимое возбуждение И мы с моим другом Сашей Зайцевым, когда в очередной раз оказались на охоте Решили проверить слова Стаса Шинченко Мы подъезли на эту наледь, а там подъем больше полутора тысяч Это Гора Черная называется Вот на вершине этой сопки находился тот ледник Который назывался у нас на Колыме, их называют наледи Вот из этой наледи начинался ручей, который впадал С которым по сути дела начиналась река Кадыхчан И мы нашли то место, где Стас видел слон леда Средь абсолютно прозрачной воды Толщиной около двух метров И там видны пузырьки воздуха Какие-то частички песка там Но самое потрясающее, что там действительно мы обнаружили замороженного криля Криль это маленькие-маленькие такие криветочки, которые являются вообще объектом промысла морского Наши моряки его, рыбаки ловят в северных морях Можно его купить в бадочках, консервах Он у нас продается практически во всех магазинах Вот этого криля мы нашли на высоте около полутора тысяч лет Нам удалось откалывать кусок льда, в котором было несколько этих криветочек Принесли их домой Почему-то этот кусок льда достался Саше, а не мне А он благополучно положил его в морозилку и лег спать А потом через день-два, придется в морозилку, спрашивает мама Мама, а у меня что это? Бежало научное открытие Она говорит, какое открытие? Это глядый кузов льда И вы догадываетесь, что с ним случилось Она просто выкинула Она не подумала, что это может быть А Саша не предупредил Таким образом не состоялась научная сенсация Потому что, если бы мы представили ученым доказательство наличия морской пауды на высоте более полутора тысяч метров Это было бы прямым доказательством того, что волна, морская волна и северная резервитая океана находилась на вершине этих соколов А фотки где были? Какие фотки в то время? В 85-й год, 84-й Это был 84-й год Ну, фотоаппараты у нас были Даже если бы мы и пытались бы фотографировать такие вещи Вряд ли там что-нибудь можно было бы разглядеть Допустим, отец моего одноклассника, Эдика Криулина Он фотографировал на мосту через реку Колыму в поселке Дебин Фотографировал акулу в речке Представляете? Акула в реке Клыни У него ничего не получилось Потому что, ну, топорат был мгновенный советский вилле или что-то в этом роде Пленка была там на 16 единиц, она не очень чувствительная Единственное, что на фотографиях потом можно было увидеть Это серые волны реки А то, что в прозрачной воде на дне плавают акулы Небольшая она, ну, такая вот примерно На Катрама похожая Никто не верил Но это правда Уже когда я уже в зрелые годы пытался с этой ситуацией разобраться Выяснилось, что, оказывается, неоднократно уже Рыбаки фиксировали в своих сетях акул на Клыни Таким образом они туда попадают Ну, понятно, из Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана Есть арктическая акула Которая действительно живет в северных широках Она небольшая, она на роли черноморского Катрама И она действительно иногда может подниматься по Клыни в самое верховье Туда, где в принципе не может быть акул Но это случается Вот Ну и что Значит Главной целью экспедиции нашей, разумеется, налить и эти клеветки Хотя, конечно, мы уже понимали, что время прошло Климат очень сильно изменился И вполне может быть, что это налить клеветала существовать Потому что огромное количество таких вот образований Реликтовых ледов Ищет ли вообще безвозвратно Их было достаточно много раньше в Магаданской области Сейчас их не было Сейчас остались только снежники А снежники это уже не реликтовый лед А льды, которые за лето не всегда стают Поэтому опять не состоялось Но не повезло Зато Второй целью, как бы побочной этой экспедиции Было описание Первое описание Геологического объекта Который неизвестен никому Без преувеличения Кто-нибудь из вас слышал что-нибудь о Патамском кратере? Вообще никто не знает Да? Ладно Ну, может быть потому что Не очень сильно интересуетесь этой темой Тем не менее Есть такой объект Он вошел в историю именно под названием кратер Почему? Потому что Один из наших советских геологов Еще в середине 20 века Это Бадайбинский район Верховской области Обнаружился с удивлением Вот в тайге Вот этот вот объект Он Я говорю Название может быть не всем знакомо Да? По-атамским гражданам Может он по названию местности С технологической точки зрения Очень хорошо Он посыщался Да Да Этот объект Вообще очень широко известен По всем мире И Я Беседовал с профессиональными геологами Кстати Опять Без ложной скромности Скажу Что Очень горжусь тем Что В эту экспедицию я познакомился С замечательным нашим Еще одним фотографом И Известным путешественником Ну Его многие называют Тревел блогером Человек который Путешествует по северу И делает об этом фоторепортаж Сергей Кархуев Он вообще-то Профессиональный геолог Предшественник Это уже во вторую очередь Так вот Я его спрашивал По поводу Патовского кратера Он говорит Метеорит Однозначно То есть у него Даже не возникает Сомнений И происхождение Этого объекта Он Практически Во всех Справочниках Во всей литературе Записан Как Метеорит Происхождение Но Я честно говоря Очень Сомневаюсь В том Что у нас От метеоритов На Земле Осталось Что-либо Бессумно Потому что Такие объекты Как допустим Око Сахары Знаете Да Такой Решат Или В Провал На Огненной Земле Это Оконечность Южной Америки Где Пояс Вулканов Соединяющийся С землей Королевом С Антарктидой Там Это образование Тоже очень часто Приписывают Метеоритам Очень часто Говорят Мексиканский залив Это Тоже кратер От метеорита Но Честно говоря Я в это не верю Потому что Все Наблюдения Падения Небесных стен На Земле Они Приходятся На Нашу Историю Все То Что упало Мы знаем Об этом И Восемнадцатом веке Была Сложка Во многих странах В частности Российской империи Восемнадцатом веке Судно Метеорологическое Судно Почему Метеорологическое Судно Совершенно верно Она Не имеет Никакого отношения К наблюдению За погодой Это Сегодня Метеорологи считаются Наблюдателями Предсказательной Погоды На самом деле Погодой занимаются Синоптики А Метеорологи Во все времена До Середины Двадцатого века Занимались только Одним Они Фиксировали Падение Инопланетных Тел Ну Якобы Инопланетных На самом деле Мы не знаем Что это такое Если кто помнит фильм Шоу Турмана Знает Что там Запчасти падали Вовсе не Другие планеты Вполне наши В данном Случае Есть серьезные Основания Полагать Что это тоже Некие Фрагменты Чего-то Такого Не имеет отношения Ни к кометам Ни к другим Но Это уже Отдельный Разговор Главное Что Метеоритная Версия Делает Главный Упор По отношению К атомскому характеру На события Которое У нас Вошло в историю Как падение Тургуйского Метеорита Но Опять же Я должен Подчеркнуть Этот момент Никто Ни одна Живая душа В мире Не может Поклясться В том Что это Метеорит Никто его падение Не видел В описании О яркой вспышке О грохоте И так далее А падение Никто не видел В отличии от Чебракольского Метеорита Или Челябинца Который Тоже Совершенно Не факт Что он Является Метеоритом Те Обломки Которые Нам Сегодня Представляют Они Находятся В зоне Черного Рыба Официально Они Не являются Обломками Чебракольского Метеорита Ими Торгуют Частники И просят За них Деньги Такие Небольшие Смышные Кусов Полкилограмма Можно купить За 200 долларов Это уже Наводит на Разновышление Люди Просто Железо Оплавленное Пытаются Вызвать За космическое Тело И за Работы А официальная Наука Представляет Такие Факты Я очень хорошо Помню Как Первые Минуты После Падения Метеорита Приехала Съемочная Группа На озеро Чебраколь И там Якобы Рыбаки Видели Как упало В озеро Что-то Нечто Спрашивают Одного Из Рыбаков Расскажите Что вы видите И показывают Дядечку Который одет Куртку Ватную Камуфляжной Рассветки Как их обычно Ходят Рыбаки Зимой Рыбалки Но Из-под этой Куртки Очень хорошо Видна голубая Рыбашка Сидегал Видите Это Человек Который Явно Имеет отношение К Следственному Комитету Рубашки Такого цвета И такие Галстуки У сотрудников Следственного Комитета России То есть На него Напялили Пятнистую Ватную Куртку Не сняли Этот галстук И выдали его За рыбака И он начал рассказывать Нарочито Таким Простецким Мужицким Языком Да вот Сидим Тут Раз Бабах Что-то прилетело Пошли вон Дырк возик Вольду То есть Очевидная ложь Верить этим кадрам Нельзя Совершенность Что там подняли Из этой проруби На узле Чебахтули Никому не известно Показывает кусок Оплавленного Железа Я сам Такое Железо Видел Не менее 100 раз Но каждый раз Оказывалось Что это не Метеоритное Железо А это остатки Шлама Из Простых Печей Марина Не даст соврать В Крыму Она тоже видела Такие штуки На плато То с нами Не была На карамел Тем не менее Когда мы Пещерные города Смотрели Мы довольно часто Нам попадались Какие-то Подогнал Железо В толщах Ракушечника И песчаника Их сразу Видно Камень Каменная стена Вроде как скала Где ржавое пятно Подходишь Начинаешь ковырять Это действительно Фрагменты Железа Геологи говорят Что это просто Руда Железня В принципе логично Но если Кусок рудей Слезть Я его держал В руках У нашего Инструктора Спелеолога У него Веранда В доме Подтертая Куском Железа В музее Под такими Кусками Железа Наш коллега Игорь Он Профессиональный Металлурик В третьем Поколении У него Дед Работал На Металлургическом Кабинате Отец Работал И сам Работал До тех пор Пока Украина Не решила Что Она Страна Особая Что ей Не нужно Металл Он Увидел Этот Кусок Он Сразу Сказал Это Из Печи Из Горных Остатков Очень Часто Мы Можем Видеть В случае Того Как Люди Ошибочно Принимают За Метеоритное Железо И К сожалению Ученые Не пытаются Равномерить Потому что Элементарный Химический Анализ Железа Покажет Метеоритное Железо Довольно редко встречается Изделия Метеоритного Железа Настолько Редки И качественно Искусственно Сделано Что Традиционно Они принадлежали Только В Высшей Беллете Князьям Царям И так далее Простые Люди Не имели Доступ к этому Железу Метеоритному Хотя Действительно Бывает Есть Достаточно Много Зафиксированных Случаев И Самые Интересные Как раз Относят Средневеков Действительно С неба Падали Фрагменты Железа Они Задокументированы Там Никуда не попрешь Мы Должны принимать Эти вещи Как Падать В данном случае Мы Не видели Обломков Тумбунского Там Проведено Экспедиция Бесчетное количество Последняя Экспедиция была под руководством Нашего Влад Руководителя Политической Партии Справедливой Россией Сергей Миров Якобы Они Где-то там В Торфяниках Нашли Обломки Метеоритного Происхождения И сказали Что Тайно Разгадано Почему Они В 21 веке Нашли Непосредственно После падения Тумбусского Метеорита Их не нашли Это вопрос Я полагаю Что Здесь Мы имеем дело С прямой Подпасовки Хотя Подчеркну Мое личное мнение Сегодня Если Вы Откроете Википедию Вы Обнаружите Там Маловероятно Что Этот Кракер Метеоритом Подходил Эта Версия Она Официально Уже Ушла На Второй Или Десятый План Но Человек Так Устроен Он Любопытен И Он Всегда Стремится Разгадать Какую Тайну Ему Очень Хочется Чтобы Существовали Какими Платусторонними Существа Поэтому Тянет Его К спайдерменам И так далее И Пресса Не спешит Говорить правду О таких вещах На самом деле Тот Кто Специалист Кто знает Что Это не Метеорит Метеорит Не падает Следы Не оставляет А Если бы даже Был Метеорит О Падении Конечно Сохранили бы Свидетель Потому что Он Нанес Колоссальную Не просто Местность А Последствия Такого Падения Были бы Ощутимы На огромном пространстве Это Обязательно Сохранили бы Свидетельства О пожарах О вспышках Даже О таких Явлениях Как Сейчас Малый Ледниковый Период Или Зима Вечная Зима Лето Без лета Зима Как Там Называется То есть В таких Случае Количество Энергии Высвобожденной При Возреве Космических Объектов Наносят Колоссальный В данном Случа Ничего Тишина Скорее всего Этот объект Образовался Каким Давайте об этом Промусля Дело в том Что На краю Кранцера Обнаружены Деревья 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 имеют на спеле Кольца Кольца Это Как раз Объект изучения Дедрохронологии Да Была проведена Экспертиза И не одна И очень много Экспертиз Произошло И в общем Совершенно точно Можно сказать Что этот кратер Появился На несколько сотен лет Раньше Чем случилось Падение Тумбурского Метеоризма По возрасту Деревья Это очень четко Но правда Здесь В этой самой Экспертизе Содержится Один Маленький фактор Который Например Уменяет Патриарх До глубины души Я надеюсь Вы тоже Оцените Важность Этого Открытия О том Что совсем недавно Какие-то события На Земле Были Которые Привели Глобальные Катастрофы И Эта Глобальная Катастрофа Очень похожа На то Что она была Совсем недавно В первой В первой половине 19 века Как бы это абсурдно Не звучало Но мы Постоянно находимся Новые Новые Подтверждения Это гипотеза Это уже не Версия Это уже Реальная Гипотеза Потому что Она имеет Живое Мясо Почему Ну Достаточно Исследований Которые Были Проведены На горе Белуха Синалтая То есть Керны Льда Боровой Сонок В столб Льда Высверливает А потом По стратификации Лицилологической Можно сделать Расчеты Что В какой момент Проходило И какие условия Конкретно Этот момент Проходили На планете Выяснилось В 1841 году Что-то произошло Такое Что Выпало Огромное Количество Пепла На Алтае Это один факт Второй факт Недавние раскопки В Туле Когда На огромной Площади Обнаружили Огромное Количество Останков Сожженных Почти В состоянии Пепла Костей Людей Живот Все Это Находится В состоянии Конгломерата То есть Это Смесь Гальки Костей Пепла Все Это Сверху Укрыто Чехлом Незасадочных Пород Толщиной 2 метра Это Длинный Весок Но Самое удивительное Возраст Возраст Этих Останков Точно Такое Это 1841 Удивительно Но Содержание Стронция Урана И Цезия В этих Останках В этом Петле В десятки раз Превышает Радиоактивные Останки Рефонят И Это Тоже 1941 Дальше У нас В Москве На солянке Несколько лет назад Производили Раскопки Обнаружили Останки Деревянного Кабака Они Полностью До самого верха Засыпаны Слоями Осадочных Пород Глина И Песок Все бы ничего Но Под этими Слоями В слоях Именно Культурного Слоя Обнаружена Бутылка С датой На бутылке 1841 Год То есть Мы Приходим К приводу О том Что эта дата Является Ключевой Нашей историей 1841 Году Произошло Нечто Приведшее К Совершенно Удивительным Изменениям На наших Вольницах По крайней мере В нашей стране Потому что Были Пожары Почему-то Носят Среды Радиоактивного Возражения Загрязнения Причем Высокого И Были Потому что Осадочные Бороды Которые Именно В этот период Заполнили Наши Города Мы знаем Что такое Засыпанные Города До 5-6 метров Здания Закопаны Осадочными Породами Никто не может Объяснить Их происхождение Объяснение Ученых О том Что это Культурные Слой Абсолютно Бредовое Они сами Понимают Что это Бред Ну и просто Ничего не остается Продолжать Уже Уже не отказываются Хотя Сами Смирятся И в данном случае На срезах Этих деревьев Абсолютно Поделяется 1841 год Когда деревья Перестали Не росли Несколько лет Вообще То есть Последствия Какого События Были Катастрофическими Причем На всем Континенте Мы На Кавказе В прошлом году Обследовали Дуб который якобы Тысячелетний На самом деле При подсчете Его годовых колец Совершенно четко ясно Что это все Вранье Для туристов Такого диаметра Дубы Тысячелетними Быть не мог Потому что Этому дубу Не более 250 лет Причем Тот самый Период Который Нас интересует Первая половина 19-го лет К примеру 1820 1850 Вот В этот период Этот Кавказский Дуб Который якобы Тысячелетний Он тоже не рос С ним тоже Что-то Произошло А потом Он начал расти Но Значительно С ним Блин Чем До Этого События Что это за событие было Ну Олег Павличерк считает это как раз Потопом Так вот Чем Может быть Этот кратер Кроме Этого Потомского Кратера Существует Достаточно Много Объектов Похожих Достаточно Вот это знаете Что такое Пуп Да Пуп Действительно Их так и называют Пупами Вот Ну Геологическая термонология Принято их название Булгуняти Это Слово Из Якутского языка Якуты их традиционно называют Булгунях Они тоже не уникальны Потому что таких образований Очень Очень много И Большинство этих Находится как раз В северных широтах В северной 70-й параллели Чуть везем Причем не только на нашем Канаде В Канаде Такие холмы Называются Холппинго Их там тоже много Аймар Арина Ратная Аймара Да Она эту тему касалась Совершенно верно Вот 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 этот снимок Сделан в Канаде Это где-то там Недалеко Булгунного залива То есть Примеры Можете сами Посмотреть Их достаточно много И все Очень хорошо Прослеживается Так вот Часть из них называют Холмами Часть из них Кратерами Потому что у них иногда Бывают В вершинах карь Очень похоже на кратер Ну и собственно их Происхождение Наверняка тоже Чем-то напоминает Вулканическое Воск Только Не Магма Расплавленная Формирует Стенки А Нечто иное Это естественно Грунты Потому что они Не отличаются от того Что находится рядом Но Есть Достаточно много Образований Которые Не только на севере Но и на юге Которые По своему составу Резко отличаются От Окружающей Местности Вот это Яркий пример Это я снимал Недалеко От Незидарского Поселка Ола Если вы Услышите Когда-нибудь Кто-то говорит Я был на Оле Не вдумайте Ничего Николичного Потому что Быть на Оле Это не то Что вы подумали А это Поселок Ола Там так принято Говорят Вот Рядом с Олой Вот это Образование Оно Народу Называется Дунькин Пуп Эту Легенду О том Почему Называется Дунькин Пупом Очень хорошо Живописно Передает Мой Еще один друг Магаданский Писатель Георгий Томитагин Томитагин Легенда заключается В следующем Где-то В начале 20-х Годов Чуть Чуть Раньше Когда Началась Золотая Лихорадка Вы Наверное Не знаете Что Золотая Лихорадка Была И у нас На Крыге Огромное Количество Старателей Одиночников Стремились На Крыму Якутию Сибирь В поисках Богатства Начали искать Золото Рядом С Олой Было Достаточно Старателей Говорят Что У этой горы Жила Некая Дунька Которая Производила Хороший Самобор Она Продавала Этот самогон Старателям А каким образом Она Использовала Свой Пуп Как Мерку Золотого Песка Она Ложилась На скамейку Забирала Рубаху И вот Сколько Золотого Песка Помещалось В ее Пуп И якобы Из-за Этого Этот холм Назван Дунькиным Пупом Чем и ничего Но Точно Такой Пуп существует В Якутии И там Рассказывают Точно Такую легенду Про Саратов Некую Дуньку Мало Дуньку Андрей Где ты видишь Такая легенда Легенда Это недалеко от Риса Рисовские Прелести Ну Ради Рассказывают Точно Такую легенду Да У нас Сестры Съехал Может Срещу В сетевой маркете Ага Точно Как ласковый марк Франшиза Франшиза Некая Вот Наши люди попроще А вот На Востоке В Средней Азии Там у людей Фантазия Работает В другом направлении Там конечно же Хочется Такого великого Эпического И там такие холмы Называют Либо Приписывают Либо Александру Македонскому Либо Тамерлану И рассказывают Такую легенду Верия Тамерлана Четырнадцатый век Отправляясь в поход Приказал Тамерлан Каждому воину Оставить у дороги Камень И вырос Курган И был огонь И была победа И возвращались они И поднимали камни свои Но остались Камни Все было красиво Замечательно Но никому в голову не приходит Что вот в такой куче Камней Больше Чем солдат Во всех армиях мира Которые воевали во все времена Во всех войнах Во всех войнах Да Сказка Просто красивая сказка На самом деле Часть легенд Не имеют под собой реальной основы Потому что Мы уже привыкли Что вот если какая-то легенда Значит Дыма без огня не бывает Что-то там такое было Действительно так и есть Но Есть еще другой пласт легенд Который появился От Образований Который объяснит человек Происхождение их Человек Не может Не в состоянии Он выдумывает сказки То про Македонского То про Дуньку То про Томерлан На самом деле Никаких Чудес там нет Посреди Болочистой местности Холм Насыпанный Из щельня Необходимо Объяснять Рационально Как его Рационально объяснить? Я полагаю Что в принципе Геология дает Вполне ясные Чуткие ответы На все эти вопросы Ну Примерно Представляете Что из себя представляет Карст Карстовая Структура Земли Полосты Разные То есть Земля Она неоднородная Кроме закрытых пустот В виде там Каких-то Сферических Полусферических Образований Или гимметрически Даже почти правильных Прямоугольных Кубок Штуют Разломы Какие-то Каналы Трещины И существуют Трубки Когда Определенного вида Порода Залегает В окружающей Породе Именно В виде Вертикального Леноклонного Ствола Эти Породы Имеют Свойство Разрушаться Они Растрескиваются Другой Вопрос Каким образом Это оказывается На поверхности Но мы видим точно Что оно оказывается Потому что мы Абсолютно точно знаем Это не Инопланетяне Не прилетели С собой Тарелки Не насыпали Эту кучу Но эта куча взялась Откуда Значит она взялась Из-под земли Другого варианта нет Андрей Ты знаешь Как монет Кто-то потерял Или там закопал А монеты Они постепенно Водовы Да Есть такое свойство Тот Кто Имеет Опыт Хоть минимальный Там С Полевыми Работами Знает Что каждый год Крестьяне Вынуждены Убирать С своих полей Все Инородные предметы Выдавлены Инородные Они Каждый год Лезут И лезут Лезут Камни Лезут Лезут Железо До сих пор Потому, что прошло больше семи месяцев лет после войны А снаряды Мельные Они до сих пор Лезут Как будто сами ползут Но они не ползут Это свойство Текучести пород Город Таких как Глина Осадочные породы Да Они текучие Они действительно Инородные предметы Выдавлены Особенно в тех местах И это Сейчас скажу Ключевую вещь Для понимания Где Существует Промерзание Позви Понимаете Нет Ну серьезно Вот эти все Булгуняхи Холмы Пинга Вот эти кратеры Патонские Там Они все Находятся в зоне Вечной мерзлоты И этот факт Должен быть Главным И определяющим Для Поисков Ответов На их Происхождение По-моему Очевидно Почему Это не очевидно В нашей науке Я не знаю Тем не менее В 1935 году Прославленный Советский Геолог Который Умер в 80-х Годах Борис Иванович Воронский В поселке Где я родился Выросли В Кадычане Два улица Именно Воронского Это Потому что Он считается Первым открывателем Аркоголинского Угольного Бассейна Он считается Основателем Нашего поселка Кадычана Он открыл там все Вы знаете У нас скульптор Петр Мартас Создал все Скульптуры Вот все Если не знаешь Кто создал Скульптуру Скажи Мартас Все Проконай У нас все Изобретения Связывают Кулибином Если не знаешь Кто это придумал Ах Кулибин И все И сойдет Если не знаешь Кто построил тот или иной вокзал железнодорожный Скажи Что это Баве Потому что Сын и отец Баве Они все делали Все вокзалы в России Не только в России Во Франции даже не строили Железнодорожный вокзал Вот То есть История старая Знакомая Вот Ну Русский шел И увидел Необыкновенный Белый холм Который привлек его внимание Он его просто поразил Я вот честно говорю Я не понимаю Всех этих Восторженных Охов И Ахов Связанных С Патомским кратером Потому что Я родился И вырос У подножия образования Которое Не менее грандиозное Чем Патомский кратер Ну а О Патомском кратере Знает весь мир А О Кадыгчанском вале Не знает Никто Даже Жители Нашего поселка Не все Сразу понимают О чем речь идет Я говорю Про Кадыгчанский вал А я что это Ну ладно Местные легенды Гласят Что Оленеводы Называли это Логовом Белого червя Красивое название А что Кстати Те же самые Вены Патомский кратер Называют Гнездом Огненного Орла Вот так Красиво Романтично Гнездо Огненного Орла И кстати Говоря Огненный Орел Гнездо Оно сразу Рождает В наших эзотериков Версию Кометного Происхождения Огненный 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 Сел Гнездо И сразу Ага Значит Комет Полетел А белая Червь Это Как понимать Это Я полагаю Идет Просто Минфологическое Сознание Оленеводы Они знают Что такое Червь Но они не знают Что такое Геология Они Видели Этот Белый Вал Сейчас Я Вам его покажу Вот он Вот Белый Вал Он Поднимается На сопку Переваливается И на другую сторону Уходит Градиозно На мой взгляд Это просто Фантастическое Он Достоин Быть Во всех Справочниках Одно Из чудес Света Ну По крайней мере Менее грандиозен Чем Атомский Кратер Это место Казычане знают Абсолютно Все Я прошу Меня простить Потому что Я скажу слово Которое Непричное Произносить В обществе Тем более В аудитории Тем не менее Из песни Слов Не выбросишь И я ничего не могу С этим поделать Эта сопка Называется Извините Бабья Попа Ну Не Попа Но она так Называется Ну Ее так Ну и все Так называли Во все времена Со времен Вронского Когда я в Вронске В 1935 году ходил С тех пор Она называется Вот так Вот этим местным Почему Женская Ну потому что Я объясню Напротив нее Через долину Другая сопка Она беззымянная Ее называли Либо Пятая Либо Латинская Потому что У ее подножия была Плотина Так вот С этой сопкой Открывается Такой Ракурс Когда Получается Левая Ягодица А тут Правая Ягодица От них Как будто бы Задние части Бедер То есть Действительно Очень похоже На Женские ягодицы Ну Это видно только с одного А вообще По кругу Вы будете ходить И никогда не догадаетесь Почему ее так назвали Ну Так оно и есть То есть Объект Совершенно уникальный Кадычанцы Сами Знают О нем Некоторые Но Мало кто знает О том Что Она Что Эту штуку Описывал еще Бронский Потому что Его как геолога Это не могло заинтересовать Это и понятно Что Да В то время Геологи Занимались Другими Весками У них были задачи Ценные материалы Золото Серебро У Атсона И так далее Но Он полез туда И все-таки Обследовал Ну Я Когда Там Бывал Ну Еще В нежном возрасте Мне Как-то Не было Интересно Из чего Словно Мне было Действительно интересно Что это такое Почему На нем Ничего не растет Ну А вот О его происхождении Как-то Не хватало У меня Не знаю Боли Или Любознательности Потому что Достаточно Много легенд существует Об этом месте Кто-то Говорит Что Однажды Поднимался На этот Козыщанский вал И обнаружил там Целую кучу Мертвых Птиц Кто-то Говорит Что там Птушки Зайцев Вдохлые Валяются Косточки Но я Сам Этого Ничего не видел И подтвердить не могу Один У нас был парень Виталик Виталик Со стороны Как Некая Разумная Действительно Разум Какой Другой Вопрос Инопланетный Вряд ли Скорее всего Земной Какая-то Необычная Форма Жизни Этим Надо Заниматься Это предмет Изучения Для серьезных Ученых Для науки Но наука Почему-то Не спешит С этим Делом А Супки окружающие Супки Сложены Из Пёстрых Сланцев Сланец Это Осадочная Порода Которая Является Перекристаллизованная Порода Метаморфическая Да Метаморфическая Метаморфическая Вот 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 То есть Понятно Что там Всё Сложено Из Одного Никаких Секретов Вроде бы Нет Вот Я прошу Впустить Вот Это То Из чего Обычный Сон Да То есть Геология Багнадской области Четко делится На две Большие части Южная Часть Это Южнее Перевала Яблоня И вот Сажена Родина Карамкена Южнее Там Всё Выглядит Вот Ну как Большинство Там тоже таких сланков Достаточно Много Вот А Кьюгл От Карамкена Это Вот В основном Вот Смотрите Вот Такие вещи Это Колумбский Гранит Который Геологи называют Монцианитом Он Отличается От Всех Прочих Пород Гранита Только Тем Что У него Очень Высокое Содержание кварцев Кварцевый Пород По сути дела Пьезоэлемент Он Очень Хрупкий Вот Из-за Кварцевой Кружки Он Разрушается Нет 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 Это Это Все То Из чего Сложены Все Сопки Вот Как Сверху Видите Сама Сопка Правая Нога Она Из двух Вершин Из двух Ягодиц И вот На левую Ягодиц Вот Какой Протяженности Белый Вал Он Ничем Не зарастает Вообще На нем Нет Ничего Кроме Мелких Решений Потому Что По сути Дело Такие Породы Перекристаллизации Которые Окружают Этот Вал Они Все Росли И Шир Растет Огромное Количество Решайников Мыхов И Самого Федра Там Сланники Метра 4-5 Высотой Радиометрии Не делают У К сожалению Со мной не было Димы Горкина У которого есть все приборы У меня У меня С тобой Магнит Компас Линейка Фанай Можно я скажу Да Это Кислые Породы Совершенно верно Там У нас Повышен Слыш Там В принципе Колыма Она Во-первых Это все Породы Магматического Просхождения Они Все Понятны А Гранит Нам есть Везде Они являются Коренными Породами То что Южнее Карамкена На поверхности А Севернее За Яблоневым перевалом Там Одна Глина Там Одна Глина До Километра Понимаете То есть Что такое Тысяча метров Ну не тысяча Но Восемьсот Девятьсот Метров Осадочных А В долинах Рек Понимаете От Ручей Да Мы видим От Ручей Мы видим От Ручей Да Мы видим Ручей И так далее Ну это граниты Это Серые Голубые Граниты Которые Являются Коренной Породой Получается У нас Понятная Совершенно Картина Некогда Платформа Из Коренных Магматических Пород Была Сверху Закрыта Чехлом Из Достаточно Осадочных Пород Причем Я считаю Что необходимо Считать Осадочными Породами Не только Песок Тиски И глины Которые Заполнены Распадские Изолимы Но и Сами Эти Сорки Которые Все Стоят Перекристаллизованы Вот Этих Кислых Пород Сланцев По сути Дело Кто-то Обиделся Помните Такой Про Цирюльника Утром Жизнь не сдалась С женой Поругался Теща Спустила Собаку Укусила Когда на работу Приходит Человек К нему Бреет Аккуратненько А сам-то думает О своих Бедных Несчастьях Раз Порезал Простите Примочки Полотенца Тетлого Одеколона Дальше Бреет Раз Простите Опять Порезал А потом Ничего У меня не получается Вот Пример Такая же история Мы смотрим на средневековые карты На средневековых карты Вся колымах Это по сути дела Не большой мегаполис Там город на городе Там как раз город Тартар был Сегодня Нет даже воспоминаний О этих городах Почему Да потому что Такое ощущение У меня такое ощущение Что Кто-то Разобиделся Как этот цирюльник Взял Все закидал Сверху Грязь Потом Высохла Превратилась По сути дела В камень А потом Этот камень Начал Растрескиваться Потому что Это по сути дела Не камень Это Литифицированная Глина И вот Расклаивается И откалывается И получаются Вот эти осыпи На которых Все эти сопки стоят Потому что Все это мелкие камушки Вопрос в том Конечно Как Вот этот Вал Абсолютно белый Абсолютно белый Он отличается От всего прочего Значит Это Что могло быть Знаете Что такое Дайка Геологии Вот Геологи Геофизики Может быть Лучше меня Пояснят Что такое Дайка Дмитрий Ну Расскажешь Дайка Ну Претообразное тело По трещине Да По трещине Закладываются Претообразные тела То есть Мы Имеем в виду Разрыв Основной горной породы Трещина Да Ну Либо Другая И она заполнена Иной породой То есть Заполнение Вот Откуда Правда Выясняют Ну Кварц Допустим По структуре Кварцитов Очень хорошо видно Что Оно растет И с боков К центру Рост происходит Ну Кристаллические породы Я объясню Тайка имеет четкие границы Со всех сторон То есть Это инородное тело Основной породы Да 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 Вот Ну Можно На Не только там Их много В данном случае Мы имеем уникальный объект Вот этот объект Уникальный Но По природе своего происхождения Возможно что это и не уникум Возможно что именно так Но Я Не могу поручиться Ни за что Ну вот Для наглядности Вот Вот так Выглядят Колымские сопки Вот это нормальное их состояние Вот На них тислистые Мало что растет Но Здесь растет Вы видите Сладные А На этом самом холме Ну Вот это тоже вот эти вот Сланцы А вот из чего состоит этот холм Вот Пощупайте Передайте Друг другу Посмотрите У меня было ощущение Когда я взял Что я держу руку Осколок унитаза Да Это Керамика Это Природная Керамика Причем она вот двух цветов Она Не обожженная Ее Расхождение Явно Природное Но оно явно химическое Кирпич Это Кирпич Красная Глина Это Кирпич Белая Технический Фаянс Это Фаянс Вот Прям настоящий А они все такие главные? Да Они вот такие Сыпучие 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 Прикидывали По Ширине По Высоте Понятно 25 метров В нижней части В основании На Ширине Меньше Это 15 метров Высота 3,5 метра Максимум А длина Я не смог ее Объективно оценить На месте Я решил Что 200 метров Минимум С запасом Думаю Что больше Но Чтобы не соврать 200 Потом уже На картах На снимках Спутников Посмотрел Абсолютно точно 320 метров Вот это Вот Дай-ка Которая Почему-то Появилась Среди пестрых Сланцев Кислых Вопрос Проникает В следующем Допустим Мы сейчас Геологам Все это показываем Они убеждаются Что Объект действительно Уникальный Начинают Кричать Что Это Чудо света И нам Рассказывают Вот эту Верку О которой Я в принципе И начал сразу Говорить Что Природные силы Да Это они Потопом Засыпало все Глиной Глина Растрескалась Где-то Оказалась Жила Такая Из белой глины И Сложились Некие Условия В которых Эта Белая Длина Смогла Вылезли На поверхность Высушиться Особенно Перемешаться Перемешаться С собой Красные части С белыми Трясло Растрескалась Перемешалась И вот До сих пор На ней Ничего не растет Она так и есть Сразу У меня Возникает Мысль Очень крамольная Пускай Меня Геологи Плюются Я Все-таки Прихожу К мысли О том Что Во многом Не во всем Но во многом Приверженцы Терраформирования Это Искусство Терраформирования То есть Мы видим Реально Следы Геологов Горной Промышленности Не нашей Цивилизации Мы Не делаем Но Кто-то Добывал Что-то В этих местах Причем Примерно Теми же Методами Которыми Сейчас Это все делают Наши Старатели На Прииск Сейчас На Колыме Очень активно Ведется Добыча Золота Примерно Там Как и советские времена Мало Кто-то Догадываетесь И Там Самый Прогрессивный Метод Метод Земельного Рощелачивания Когда Дикие реактивы Кислоты Или Щелочи Являются Растворителем Растворитель Выносит Из породы То Что Человек Добывает Золото А Отвалы Они Складируются Утилизируются В виде Холмов Вы Видите Сами Что Эта Штука Она Очень похожа На Фаянс Почему Потому что Вероятнее всего Мы Здесь Дело Со Сложными Химическими Реакциями Эти Химические Реакции Не Были Природными В полном смысле Кто-то До нас Добывал Что-то И это Промышленные Отвалы После добычи Металла Я так полагаю Что Добыча Производилась Уже После того Как был Потоп Значит Не так давно Совершенно Речь идет О Периоде Который У нас Сегодня Античность Но Античность Это Опять Такой Отрезок Времени Который Неожиданно Оказался В добрых Жестах Христов На самом деле Это Чушь Настоящая Античность Это И есть Античность Когда Другой Климат Когда Давление Атмосферное Было Не Одна Атмосфера Около 100 Когда Температура Была Более Высокая И равномерная Когда На земле Как В парнике Была Одинаковая Температура Везде На полюсах На экваторе Потому что Высокая Атмосфера Она позволяет Создать Однородную Среду Как Теплица Естественно Ветров Никаких Не было Понимаете То есть Были Постоянные Регулярные Дожди Но не проливные А вот Моросящие Достаточно Влажный Был Климат Достаточно Влажный Но Жаркий Поэтому Растения Были гигантскими Ну как гигантскими В нашем понимании И Растительности Хватало В принципе Почти на всё Даже Мамонтов Огромному числу Мамонтов Хватало Еды Сколько угодно Я же рассказывал Может кто-то не в курсе У меня Моего друга Отец Геолог Он Ниже В течение Колымы На Кладбище Динозавров Мамонтов Где целая Куча костей Они там же Обнаружили ещё И Растения Тут Видели Да Растения Какие Похожи на Перс То есть Плоды Оранжевого цвета Замороженные Как мы в магазинах Покупаем Заморозку Клубнику Там Там же точно Берег реки Осыпался А там Персики Геологи Набрали Тех плодов Кисло Сладкий Очень нежный Приятный Они попробовали До исторических плодов Они ели Нормально Такая Я думаю Вы уже не раз слышали Мамонтятину тоже Ели Я Не поручусь Что я ее ел Но я так и допускаю Что я тоже мог ее есть Почему Потому что У нас в ресторане Мясо Было такое Что Хоть пиво пилили Его не разжевать А я сам Слышал как Друзья моего отца Приходили там В гости к нам Сидели на кухне Там Обсуждали свои Проблемы И часто можно было Слышать от них Ничего интересного Я очень хорошо Запомнил историю Как Друзья моего отца Смеялись Якутов Которые Привозили Наш Ресторан Мясо Мамонтов Сдавали его Под видом Лосятину Лосятину От них всегда Охотно принимали Оленину Лосятину А они где-то Нашли Огромное Кладбище Мамонтов Рубили там мясо И сдавали его Бесплатно Мясо В поселок Сдавали в ресторан И получали за это деньги А люди потом ругались Что Берштексы Не разжевать А вполне может быть Что Берштексы Были мамонтятами А кто А как тебе определить Ну замороженное мясо И замороженное Ну и фрукты Вот фрукты Тоже Доисторические Так вот Есть ли Насколько велик шанс Того Что Эти мамонты И персики Были заморожены Тридцать Триста Триста Там пятьдесят тысяч лет назад Да мало Очень мало Потому что Да Даже Любая хозяйка знает Что Вечная Заморожка все равно Не хранится Мясо Сало Периодически Его все равно Даже На складах Росрезерва Обновляют Потому что Старое Там замороженное сало И оно Превращается В доски буквально Которые есть Невозможно Например Андрей Я бы хотел просто сказать В восемьдесят третьем году У нас В армии Кормили Баранины На нем был НЕМО Наркомпрод И Да В 1937 году Ну да Я сам Лично Ил сало Из Росрезерва Которым На штампе Министерства обороны И Год был 1948 По-моему А дело было В восемьдесят Восьмом В восемьдесят восьмом году Я ел сало Заготовлено сразу После окончания Юлии Его есть невозможно было Вообще невозможно Это Ну реально Желтая такая Доска твердая Там бесполезно Это не съедобно абсолютно Вот А Мясо мамонта Вполне съедобное Нормальное Оно свежее Вот Поэтому Ну Практически Никаких сомнений Нет В том Что это было Совсем недавно И Подтверждение Тому есть Книги Про Тарталью У меня Есть Даже цитата Некого Избрандеса Который Писал отчеты Петру Первому Ну тогда Петр Первый Не был Петром Первым А он был еще Царевичем В то время Из Урала Писали письма Петру И его брату Иванушке О том что вот Пришла волна с севера Всех слонов закрутило Именно слонов Не было словно Слонов закрутило Всех вместе с бревнами Утащило на болото Там они замерзли И вот из-за того что замерзли От них смрад не распространяется Вот об этом люди нормальные Пишут совершенно Какие там 350 тысяч лет Нет Это вот Восемнадцатый век Но Судя по всему После вот этого События Которое После которого Появились Шапки на полюсах Ведены Атмосфера Наша стала Очень жидкая Разряженная Судя по всему Связано это С изменениями Размера самой земли И С изменениями Наклона Оси вращения Вот Эти вот События Как раз Явились последками Которые Уже Стали Как бы Причиной Автошоков Начала девятнадцатого века Потому что Вот эти вот Наводнения С огромным количеством Глины Засыпавшей Наши города Это уже Можно считать Автошоками Это уже не сама Катастрофа Катастрофа раньше Произошла Ну вот я так думаю Анатолий Анатолий Знаешь Сейчас Наша Москва Перестраивается В Одинцовском районе Есть такая деревенька Чистцы И там придумали Сделать Специальный полигон Куда все эти Разрушенные дома Сводят Выглядит Продробно Точно так Вокруг лес Или раз Вот эти серые Куски стен И если бы была Какая-нибудь Молока То если бы Переволожила бы Серая Крупная Масса Посередине Леса Может они так В Гордарии Как раз То есть посмотрели Переработали У них был свой Собянин Ну Последствия Похожи На левер Так Я сейчас Предлагаю Давайте Засыпали Засыпали Трещины Не знаю Может быть Трещина засыпана Вот этими Отходами А может быть Там и трещин Особо нет А может быть Она Прямо На сопке Насыпана То есть Сопка была Как Небольшим Таким Карьером Собственно По югу Внутренняя часть Что-то Добывали Отвал Чистый Абсолютно Объединенная Борода Пустая Которая Кислая Аргелит Вот Эти Кузочки Это ничто Как Аргелит А как Это Аргелит Я Сейчас Покажу Как Мы Пришли К этому Рельефу Если Моя Мысль Соберна Вы Ловите И Вы Понимаете Что Эти Среды Настолько Быстро превращаются В нечто Немое Что Очень трудно Кому-либо Убедить Что Здесь Что-то Было Очень трудно Это Видно Должны Мы Должны Чтобы Представить Как На самом деле Два Маленьких Обломок Как Это Выглядит Тупероз Они Перемешаны Как В миксере Осколки Красные Осколки Белые Они Перемешаны Как В миксере Таким образом Это Произошло Вопрос Геолога Я Вам На этот вопрос Ответить не могу Я только Единственное Помнишь На прошлой встрече Показывал Да Да Там Шарики Там Совершенно Аналогичная Ситуация С Окаменевшей Глиной Которая Превратилась В обожженные Глиняные Шарики Там Реально Как будто бы Глина Обожженная Как будто бы Специально Не Выключай Нормально Все То Что Человек Делает Он Посматривает У природы В том числе Очень легко Можно У природы Посмотреть Фрагменты Которые 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 Помогают Понять Механизмы Как Протекают Процессы В природе Как Мы Видим Невероятные Горы Скалы Вот На примере Это Тресохшее Дно Пруда Был Азеркцион Небольшой Снимок Сделал Техасе Но Наглядно Хорошо Показывает Выпала Осадочная Порода Это Песок И глина Ну естественно Там Идет разделение На Страты В соответствии С плотностью Весом Материала И его Размеровые частицы Сверху Естественно Оказывается Все то Что Представляет из себя Самую легкую Взвесь Водяную Это Пудра Из Диоксидов То что Собственно Является Глины Она Самая Самая Последняя Устаканивается И оседает В верхних Слоях Потом Вода Уходит Она Начинает Растрискиваться Получаются Вот такие Каньоны И Начинается Процесс Водной Эрозии И Абразии Это Воздушная Эрозия Когда Твердые частицы Переносимые Воздухом То есть Ветрами Начинают Работу Как Наждаком Начинают Обтесывать То Что успело Засохнуть И окаменеть Процесс Разрушения Продолжается Мы Начинаем Наблюдать Вот Столовые горы Представляете В Крыму Вот Они Сплошняком Южный берег Крыма Бахчисара Он Весь Вот Такой Только Долины Чуть Шире Чуть Поглубже И Заполнены Продуктами Распада Столовых Гор То есть Абсолютно Весь Процесс Понятен Как Ведут себя Частицы При Увлекаемой Большими Массами Воды Мне Вот Посоветовали сделать этот снимок На ходу Мы просто шли По тайге Это Калынская тайга Мы идем по тайге Беседуем между собой О! Смотрите Вот как формируются некоторые виды рельефов Так и есть Это Опавшие иголочки С лиственницей То есть Это Хвоя Прошлогодняя Желтая Ее Дождями Смывает И несет По поверхности И вот Получаются Настоящие Хребты Горные Кряжи В миниатюре А разницы никакой По сути дела И то Сыпучие вещества И то Сыпучие массы В воде Они ведут себя Примерно Одинаково Поэтому И моделирование Оно Очень наглядное Для того Чтобы понимать Как это происходит Вот Дно Любого Водоема Мы видим Некий Рельеф Наблюдаем Его В различных местах Сразу же Ассоциации Возникают С тем Что мы это где-то Что-то видели Возможно Кто-то скажет Что нет Это просто Внешнее сходство На самом деле Такого быть не может Но при этом Наука Совершенно не отрицает Того Что глобальный поток Был И что он был Очень такой Серьезный Значит Тогда Нам надо Все-таки Учитывать Такие Моменты Своих Исследований Чтобы Хотя бы Моделирование Производить Если У нас У геологов Почему-то Происходит Отставание С информационными Технологиями То Мы должны Это дорожествовать Своими собственными силами Как бы то ни было Возможно мы можем Увлечься И зайти не туда Но На мой взгляд Это как раз то Что нам надо Потому что При Длительном Воздействии Водной эрозии Мы Можем наблюдать Появление Вот таких Хотообразований Они Характерны Для любых Горных массивов Где бы они Не существовали В принципе Это То же самое Это То Что происходит Со столовой Горами После того как Глина высохла Растреслась И эти трещины Начали разрушаться Когда мы Подлетаем В Магадану На самолете Мы видим Найдите Как говорится 10 отличий Отличий Внешних нет Вообще Никаких Это Можно Запросто Чуть-чуть Подкрасить В фотошопе И выдать За дно Какого-нибудь Потому что Реально Цепучие вещества Твёрдые частицы В воде себя ведут Одинаковыми Независимо от их размера То ли это Пруд То ли это Дно океанское То ли это Дно Протоокеана Которые Которые Тоже Опять же В геологии Она как раз Активно Развивает Все свои Теории Происхождения Рельефов Именно Начиная с Протоокеана А почему На дне Это просто Ответ Ты же елочные Эти показал Естественно Естественно Так я Для того И показываю Серию Фотографий С прудом И с Засохшей хвоей Которого Вода носит Да? То есть Если Не выдьем То катанем Это Дело Происходит Одинаково То есть Вся Вот Эта Огромная Территория Которая Доказательно Что Эта Территория Тартарии Куда Она делась? Она Делась Тартараре Как Греческие Мифологии Тартария Вошла Как Мифическое Подземное Царство Тартар Вот Вот Куда Делись Средневековые Города Великой Тартарии Плюс К этому Необходимо Обязательно Добавлять Еще один Мощнейший Фактор Тектонический Когда У нас Происходят Подвижки Тектонический Плин И Со всеми Вытекающими То есть Терраформирование Расходящее Благодаря Землетрясениям Извержениям Вулканов И еще Множество Процессов Которые Пока Официально Никак Не озвучиваются Я о чем Говорю Я говорю О Проходении Вечной Верлоты О ее существовании Каким образом Она до сих пор существует Почему Кстати говоря Рядом С большими площадями Вечной Верлоты У нас Вдруг Появляются Такие очаги Где У нас Расплавленная Мага Уплескивается Вот Колыма А рядом Камчатка Камчатка Полуостров Вулканического Происхождения В 14-15 веках Его не было Не было на картах Не потому Что туда Не приплыли Отважные Мореплаватели И не зарисовали А потому что Ее просто не существовало В Камчатке Она поднялась С морского дна Не так давно Поднялась Уже после того Как произошла Катастрофа И как появилась Вечная мерзлота И вполне может быть Что здесь Процессы Сходные С теми процессами Которые мы Ну напрямую Не наблюдаем И с которыми Сталкиваемся Каждый день Каждый день Видим Холодильник На кухне Кондиционеры И мы знаем Что Сам Процесс Охлаждения Газа Всегда Связан С большим Выделением Тепла То есть Мы знаем У холодильника Есть Испаритель Суть Любого Холодильника Одинаковая Это Просто Зависимость Скорости Истечения Газа И температуры То есть Элементарная Термодинамика Которую Изучают Студенты Первых курсов Всех Технических Вузов Любой Мужчина Закончивший Ну имеющий Там За плечами Хотя бы Первый Второй Курс Технического Вуза Должен Понимать Азы Термодинамики И должен Понимать Почему Работает Холодильник И мы должны Не скидывать Со счетов Великую Большой Шанс Вероятности Того Что В подземельях Вот Под поверхностью Земли Где Карст Где карстовые Формирования Находятся Могут Складываться Условия Которые Практически Повторяют То Что у нас Происходит В холодильнике Где-то Резервуар Каким-то Газом Метаном Он Находится Под давлением Толщик земли Где-то В Подземной Емкости В другую Из Картовой Полости Скорость Увеличивается Многократно При Узком Течении Значит Температура Падает Катастрофически Она Может Упасть До Таких Но Я Предлагаю Размыслить Если Я В чем-то Не Прав Убедите Меня Так вот Наличие Рядом Такого Очага Обращая Это Сопоставимо Со стихийным Бестоем Гигантского Гигантского Есть Опыт Когда Мы Вместе с друзьями Едва Не погибли Потому что Мы Уносили Ноль Палатки Поставлены На высоком месте Казалось бы Отличная погода Солнце светит И вдруг Ряка Начала на глазах Подниматься Причем Она поднималась Такой скоростью Едва Едва Мы Палатки Скомкли В охапке Небольшой Мы его не видели Ничего Столько Воды Это Фактор Он Является одним из таких ключевых Кстати Вот сейчас Мы с Магадана Когда улетали Наши друзья Как раз Карпухин Они поехали Тоже Сусуманский район На озеро Мамонтай Ну Дожди пошли Мы оттуда только приехали Сусуманского района А они туда поехали Короче Смотрим В фейсбуке объявления Не доехали до Мамонтая Потому что дороги все разнуло Они застряли там На прииске Колыбские россыпи И В общем Форсировали реки Они В ковше Погрузчика То есть там Погрузчик с ковшом Типа экскаватор Ездил От одной стороны дороги До другой И людей В ковше Перевозил Вот так То есть И здесь уже В долинах рек Мы видим Очень хорошо Огромное количество Уже Коленных пород Именно Магматического Прохождения Это Граниты Которые Сверху Засыпаны Шапками Вот этими Глиняными Растрешками Вот этими Сланцевыми Которые Высотой До трех километров То есть У нас Есть Пики Трехтысячники Вот Шафранок Кроме того Что он художник И фотограф Он еще и альпинист Вот Он тоже По этому поводу Он очень много Может рассказать На каких пиках Он побывал Где Поднимался Вот Хотел показать Вообще Что из себя представляет Сопка Само название Конечно Интересно Сопка Почему Сопка Потому что там что-то у Сопки Реально На северо-западе России Словом Сопка Принято Называть Объект Курган Курган Это Немножко Южное слово А северное слово Называется Сопка Сопка Это Насыпь Который Погребены Усопшие Курганы Просто По аналогии Строения Внешнего вида Сопка Перенеслось На Сибирь Дальний Восток И там Сопками называют Природные Но они Из себя Представляют Вот Примерно Такие Структуры Это Торфяно-растительный слой Сверху Как хорошо Он виден Дальше Идет Льдонасыщенные Породы Как правило Глины Ну Собственно И знать Об этом Ничего не надо Потому что Достаточно помнить Начальные классы Школы Руки При рудовении Как Наливали Бутылку Молочную Жидкость И Оставляли На морозе Бутылка Лопалась Потому что У нас Вода При замерзании Расширяется Все Этого По-моему Достаточно Для того Чтобы Выдвигать Обоснованные Теории Происхождения Всех Бугуняхов Холмов Пинга И всех Прочих Кратеров Потому что Природа у них У всех Одна И вот Она изображена Это У меня Взятая Иллюстрация Из Диссертации По геологии Я даже Не помню Сейчас Кто У нас Диссертацию Очень Хорошо Вот Это Каналы Заполненные Водой Там Происходят Постоянные Процессы Оттайки Замерзания И все Это Дышит Все Это Живет И вот Таким образом Вода Накапливаясь На ледяных Линзах Сама Начинает Замерзать Происходят Пучения Глин Растрескивания Выпирания И получаются Пинго Бугуняхи И Патомские Катеры Тут Вопросов И быть не может Просто Надо Понимать Что Никакие Летающие Реки Ни при чем Хотя Не дай бог Кто-нибудь Подумает Будто Я хотел сказать Что-нибудь Неприличное Про инопланетян Я к ним Очень хорошо Отношусь Сам Видел Не раз Поэтому Я просто хочу Чтобы Не все Им приписывали Да Надо Ко всему Относиться Беспонатив Инопланетяне Инопланетянами Они пускай Свои дела делают Они пускай Свои шары Запускают А когда У нас Реальные Геологические Процессы Какие Происходят Наверное Это даже Интереснее Чем Всякие Сказки Дома Да Да Взял я Эту Иллюстрацию Из Кружка Геологического Саратовского Университета Потому что Она очень Наглядная Помогает понять Как Кратер У нас Есть Такие Виды Формы Карста Шахта Сифон Колодец И Воронка Провальная Воронка Провальная Воронка Самые Первые Кандидаты Чтобы Быть Родителями Таких Образований Как Патомский Кратер Или Кадыкчанский Воронок Здесь Происходит Накопление Горных Массивов Из Таких Образований Другие Элиты Они Начинают Растрескиваться На них Происходит Влияние Вечная Мерзлота И Процессы В ней Протекающих Слоях Вечной Мерзлоты Они Уже Разрушенные Превращенные В щебень Оказываются На поверхности Другой Вопрос Как они туда попали И почему Они вообще Образовали И здесь Как раз То О чем я и говорил Это все-таки Имеет Очень много Шансов На то Что Будет считаться Продуктом Разумной Деятельности Это Все-таки Следы Горной Промышленности Не Нашей И Некоторые Следы Которые Можно считать Очень даже Явными Сохранились Как раз На юге Магаданской области То есть То что я показывал Ранее Это Север Это Север Магаданской области Которая Находится В поясе Лесотунды Там Высоких гор Очень мало Там Рельеф Очень Сглаженный Потому что Вершины Спилены Как будто На пивнику А долины И распадки Заполнены Продуктами Разрушения Вершины Но За Карамкенской Гридой Южнее В сторону Охотского Мур Видимо Та волна Которая Она Настолько Ослабла Что Она Не смогла Разрушить Все До основания Разрушения Видны Они Явные Причем Видно Направление Волны Она Шла С Современного Севера Востока На Современный Юго-Зап Обломки Сопок Лежат Именно В этом направлении Как будто Волной Снесло И Там Где На вершинах Сопок Остались Более-менее Сохранные Монолиты Мы Встречаем Огромное количество Подобных Образований Одиноко Стоящие Еще Туда-сюда К ним Не очень много вопросов Такое может быть Действительно Может быть Но Когда мы Смотрим дальше На то что Мы Наблюдаем На Арманском перевале Это 30 км От Магадана Прямо на побережье Охотского моря Там Небольшие высоты Но Достаточно Много Подобных Объектов Вот Такие Призывы Здесь Концентрическая окружность Абсолютно чистая От решений Решения Совершенно Уникальные Официально Вам Принес Пощупать Что Это Такое Вам Может быть Даже в голову Не придет Осторожно Трогайте Что Это Вообще Жилые Существа Потому что Аккуратно Кусаются Туристы Ну Охотники Рыбаки Их используют В качестве Инструмент Для мытья Посуды Сповородки Очищают Великолепно На Кавказе Мы Убедились Многократно В том Что Есть Лишайники Некоторые Лишайники Растут Как Обыкновенная Трава Практически Она Многолетняя Но Тем не менее Как Трава Вот Еще Один Вид Образований Которые встречаются Очень Часто То есть Это не уникальный Вот этот камень Конкретно Он называется Пограничный Вот Полина Наверное Может рассказать О своих ощущениях Потому что Я вот Даже попрошу Полина Вот правда Расскажи Это же Очень Необычное место Расскажи О своих ощущениях Что ты чувствовал Там Это как раз Называется Алтарь Северного ветра И Рядом с ним Пограничный Камер У тебя Пустота Вроде бы Ветер Вроде бы Природа Его Трогаешь И Останавливается Внутренний Диалог Останавливаются Какие-то Мысли О будущем Прошлом И Беспокойству Вот Вот В принципе Там еще Большой Демалитический Комплекс Который Молодые Многу Фильм Многу По-моему На лето Я наверное Не Зимой Там Очень Мало Снега И Морозы Не такие уж Большие Но там Ветер В этих местах Надмороз Там может 15 градусов Будет Но вечером И Там Без снега Умрешь Вот Что за породы? Синит? Не просто Синит Это Монцианит Монцианит Это Кварцитовый 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 Да Безцеполевых шпатов Там Шпатов Очень мало Практически А нам Объяснялось бы Вот такие вот Пояса Такие бурты Они бы Были бы Объяснимы Если бы Они были бы Из посторонней породы Допустим Если бы это Кварцевая жила Была бы Тогда было бы Ясно Потому что Сам в себе Монцианит Он разрушается Вообще Прямо Руками Пальцами Как Песчаник Песчаник Обычно плотнее Чем Монцианин Но Эти бурты Настолько Правильной формы Настолько Выдержанных Размеров Что Не приходит Ничего Другого Крова Крова Это Объект Рукотворный Но Понятно Что Вены К этому Отношения Никакого Не Главное Оленя Поймать Или Глухаря Заграждения А Здесь Таких Камней Тоже Очень Много Встречается В них Хоть и Создание Угланы Но Очень Правильная Форма Внутри Тоже Ниши Прямоугольные Квадратные Они По всему Встречаются Такое Ощущение Это Некие Фрагменты Строительных Материалов С посадочными Площадками Под стыковку С другими Деталями Да Они Сильно Разрушены Да Они Сильно Глухаря Вы понимаете Что его Расколоть Прямой Трещиной Практически Невозможно Потому что Он Сыпучий Это Граниты Имеют Свойство Растрескиваться И Трещины Прямо Никогда Не И При этом Мы видим Огромное Количество Таких Вот Из Этого Самого Материала Это Один Из Самых Главных Аргументов Того Что Перед Нами Части Фрагменты Рукотворных Сооружений Причем Мои Мегалиты Колымские Они Также Подтверждают Что Похоже Это Не Природа Да По крайней мере Двое Не Известные Подтверждают Стопроцентно Да Это Рукотворное Сооружение А вот На фотографии Между плитами Прослое Льда Нет Это Не Лед Это Снято Сейчас В июле Месяце Это Не Это Третий Август Снимок Там Между Плитами Очень Много Продуктов Разрушения Самих Плитов По сути Он Чаще всего В виде Кварца Почему-то Кварц Остается Крапления Шпата Они Выветриваются А Песок Кварцит Там Везде Ногами Трофинки Как будто Специально Отсыпал Это Место Известно Как Обсерватория Одно Из Таких Самых Интересных Площадь Вымощенная Плитами Порода Кварцит Не Растрескивается На правильные Фрагменты Не Трескается Так Вот Такими Правильными Плитами Трескаются Осадочные Породы Когда Слои Они Имеют Свойства Со временем При усыхании Слои Разной Плотности Разный Состав Они Отделяются Трещины Между Слоями Эти Слои Соответственно Трескаются Поперечно Потому Что Происходят Дивериенты Когда Наклоняется Одна Часть Плиты Трещины Вертикальнее И Чем Собственно И пользуются Люди Когда Ходят В карьеры Вытаскивают Плетняк Из 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 Вестняка Ракушечник Там Готовы Камни Для строительства Их используют На северо-западе России Повсеместно Раньше Больше У них Привычка В магазин Сходить Что-то готово А раньше Когда Не было Строительных Магазинов Христиане На лошадях На телегах Ездили В каких-нибудь Овраге И вытаскивали Из стен Оврагов Готовы 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 Блоки которые по форме ничем не отличались от того, что потом называли плинфой. То есть это пластины, где-то 40 на 50 сантиметров, ну и толщиной 7-8-10 сантиметров. В средние века люди начали копировать вот эти вот плиты, формуя подобного размера плитняк из глины и обжигая его. Вот это вот плинфа. Это считается классикой строительного материала средневековой России. Тоже подсмотрен у природы. Ну, в принципе, вот еще такой примечательный момент. Таких фрагментов тоже часто можно найти много на колонии. Когда в массивах манкционита встречаются вполне себе биомагматические породы диабаза или сегнита. Вот такие включения. И они выглядят один в один, как мы наблюдаем в безамериканских сооружениях мегалитических. Там, Мачу-Пикчу, где в мегалитической вот этой вот поигональной кладке вот такие вот наплывчики встречаются. Знаете, понимаете, на чём я говорю? Это наплыв, или он внутри, значит... Нет, он выпуклость выпирает из плиты. Он не окатан? Он имеет следы разрушения, естественно. Нет, а есть окатанность? Нет, это уже не водная эрозия, сто процентов. Так, ну это уже таблички, это я тоже диссертации там стою. Это уже не столь важно. Тут как раз по минеральному составу горных порог юга Магаданской области. Просто покажу вот ещё один нутрик, потому что на фото он просто не снять, его не видно, поэтому я вам на видео показываю. Вот, их достаточно много, и он совершенно ничем не отличается от окружающей его пороги. Как он сформировался? Вообще, по тяжёлости. Две плиты, наверное, были, и между ними прослойка вот этот бортик оказалась. Да, 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 по сути дела, это шоп. Это я помню, как раньше, в детстве, когда с котиком ничего не было, там либо липучкой, либо пластилином скрепляли, и получались такие формы. Так вот, здесь мы знаете, что видим? Такую же точно картину можно наблюдать, вот здесь у нас, в Москве, допустим, в Коломенском, когда Москва была белокаменем, её всю строили из известняка, причём не просто так тупо резали камни, и эти камни потом на раствор сажали. А очень часто лили блоки из известняка, то есть это искусственные камни, и часто фрагменты вот этих вот известняковых конструкций, в том числе и мраморные статуи, просто тупо пережигали в печах. Делали из них раствор, и получалось то, что он сейчас называют римским бетоном. Это раствор извести, который практически даже качественнее современных цементов. И вот этот камушек, и он, и многие другие, очень похожи на то, что это тоже две части конструкции, скреплены раствором, сделан, произведён из того же материала, из которого они сами состоят. Это идеальный ещё вариант для скрепления конструкций, потому что монолит не монолит получается. И подытоживаю все свои предыдущие слова тем, что мы, на мой взгляд, видим неопророжимое доказательство глобального потопа, недавнего, который прокатился с северо-востока на северо-запад, смыл полностью всю Колымовую и все города Великой Тарталии, которые мы видим сейчас только на карках на средневековом. И потоп этот, вот этот водно-селевой, вот эта масса, она докатилась до Алтая и даже перехлестнула Алтай, дошла до, наверное, пустыни Гоби и до южных окраин Монголии. То есть Туркестан, ну, раньше Туркестан назывался, ещё назывался когда-то Золотой Ордой, сегодня Республика Средней Азии. Вот там нужно искать подтверждение всем этим версиям. Если они там находятся, то мы вообще, получается, что полностью правы. Сейчас, вот сейчас Дмитрий Сергеевич будет у нас на закуску, он расскажет нам о результатах экспедиции именно в Туркестан. Но перед Дмитрием Сергеевичем я попрошу Володю Воробьеву, чтобы он рассказал о результатах своей поездки. Давай, пожалуйста, прямо сейчас. Вот, в этот раз мы решили посмотреть ещё одно интересное место, так называемый балансирующий камень в Финляндии. Очень много о нём читали, нашли это место, трудно от него подъехать, подойти, но мы от него нашли. Сейчас он будет с одной стороны. Просто интересно, что этот камень, как бы, покоится на основании, которое вообще совсем другая порога, и он всё равно его выглядит. То есть он положен сверху. Основание, на чём он совершенно разный. Что-то ушёл, боишься он подел? А вот сейчас вот я его обойду, и вы увидите, как он у вас положен, как он покоится. А вам там не страшно было под ним ходить? Страшно. Или что он пошёл? Да. Страшный интерес. У нас есть... У нас моя баскутница, Вена, она даст имел смену туда под него подлезть, сейчас увидим. Женщина чёрная, в общем. Я всегда посылаю её вперёд. Ну, понятно. В пещеру всегда женщина посылаю вперёд. В пещеру всегда женщина посылаю вперёд. Я бы хотели не поверю. Вообще. Ничего себе. А размеры, например, на циркумуту. Не, ну такие, такие же. Там большой баскут. Афигеть. Обалдеть. Ну, на него вы не додумались, наверное, залезть. Табличка там вёдку едет, да, там, ну там, пофигу что-то написано. Типа что, подказывается, треймомер творит. По-моему, кто-то прикололся. Да. Вот загадка. Я сейчас ещё дополню к этому, да, немножко. Проснули? Чуть. Вот. Вот смелая женщина пошла. Пошатать. 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 Я думаю, за такое большое время кто-то что только не пробовал. Это тон на 200-300 тянет. Ну, 7 тонн разобустована, 5 тонн. 5 метров другого. 7 на 5. 7 на 5, на 30, на 5, и это 100 метров. Ну, не знаю, что здесь. Это больше, чем сейчас. Да, больше, да. Он такой немножко. 100. Ну да, тон 300. Ну, 300. 500, тонн разобустована. Камни. Самое главное, видите, видите, какая здесь оцифованная поверхность и совсем другая порода. Тут окатанный гранитный валун огромный. Да. А тут не окатанный. Тут не окатанный. Как будто он опустился сверху. Видишь? Они соединены. Где трещина. Ну, перед ним проходил уже. Низа и камни. Нет. Это Карелинка. Это Карелинка. Это Карелинка. Карелинка, да. Карелинка, да. Остановился и расстанет. Это же Маринайм разговаривает. Еще пора. И что вы говорите? Центр Карелинский. Ну, по мере таких. Как аккуратно. Ну, по мере таких. Ну, миллионов пятьдесят. Баллы точно разные. Разные. Ну, они не культовые. Таких вот конструкций. А? Как между среди. Вот, например, как они обыгрывают свою историю. Они говорят, что мы тут так давно живем. Единорог, который написан. Колевалы. Да, да, да. Когда Колевалы был еще в детском саду. Колевалы сам расписывали. Да, да, да. У нас в Македонском саду. У них полсотни таких мест, возможно, в Финляндии. Вот они, значит, краской вот так вот они что-то там решают, молюют. Потом там такие большие, значит, надписи, что это, в общем, все это, безусловно, давно было сделано, что какие древний народ он и так далее, так далее. Вот такие вот вещи они обыгрывают. Интересно. Ну, у меня на даче, в Туапсе, на заднем дворе это было. Да, да, да. Лучше. Поэтому, я хочу сказать, что вот. Мы убедились настолько. Тоже стрелька, я не видел. Там еще древний есть. Да. Ну, интересно, что вот эта вот поверхность, она очень гладкая. Гладкая настолько, что... А вот же рамы небольшого. Да. Нет, это уже в другом месте, где на скальные сумки. И видно, что поверхность не тоже слифована, она как будто вот была такая, мягкая еще, и у нее просто вдавили. Она такая вдавленная. То есть не слифована, ничего. Просто вдавили, чтобы туда такой премиаре, типа котов какой-то гигантский. Вот размеры очень большие. Ну, вот еще вот тут вот такие вот рисунки. Вот их человеческие. И так это у них вот гуль такой, да. Вдавили или ковшом стоят. А еще там же очень интересно вот слои. Вот совершенно разные слои разных пород. Они вот так вот отслоились и отвалились. То есть видно, что слои наливались. Это прямо видно. Ну, это еще вот камень. Вот он еще такой вот. А вокруг там просто как бы лес и все там. Лес растет там еле примерно 50 лет им примерно. То есть не больше 100. Мы когда с Андреем изучали тему по поводу Александровской колонны. Да. Там карьеры разбегают буквально несколько десятков километров. Идут один, второй, третий. Мелкокристаллический, крупнокристаллический, среднекристаллический. Ну, если матма сразу выходила, как это может быть? Никак. А если выходила, а доставал на глубине? Да. Прямо буквально один. В одном корее. Мелкокристаллический. Ну, собственно, это место, где мы живем каждый год. И там, на этом месте, на этом каменном утесе, где мы живем, там находится тоже камень. Прямо таких вот размеров. И, как вы заметили, такие камни больших или меньших размеров находятся практически на каждом высоком утесе. Ну, на этом, на Сайме. По одному? По одному, да. Они тоже находятся, ну, тут самка наша, находятся на возвышении. Сверх они ниоткуда не могут сводиться, потому что ничего выше уже нет. И всегда они находятся то ли на ровной поверхности, то ли на гладкой тоже. И еще интересно, что они практически все 90% стукают, то они резонируют. Особенно интересно резонируют, вот, сейчас, не покажем, не покажем. Камень. На какой частоте? Ну, они просто чувствуют, что они стуки, что не могут. Ну, как вибрациями просто идет. Вот, смотрите, вот этот камень тоже, он взялся ниоткуда, он в самой высшей точке находится. Вот именно в этом месте, то вот руку положить сюда, то ощущается не просто, как это там, а просто прям вот так. А комодан в целебном месте натянут, чтобы резонанс шел? Вот он тут лежит, чтобы ощущать это вот, там, резонанс. А кто-то стоит и стучит по камню, да? Да. Я говорю, что это настолько необычно, когда стук чешет по камню обычно, ну, какой звук и все. А тут стук чешет, там, такой, там, вибрация, вибрация, вибрация руки ощущается. Нет, тут это нормально, тапка, кварц, кварц резонатор, все нормально. Да, но он с такой амплитудой ощущается, что усиливает. Усиливает, да. Тут я, конечно, могу вспомнить, конечно, знаменитый этот самый эффект открытый в фирме по столу. Ну, мне кажется, что там как раз и происходит нарастание амплитуды за счет такого эффекта. То есть камни вот на таких вот возрачностях, они есть, присутствуют. Больше, меньше, но они есть. Загадка такая. Может быть, попытаться карту создать этих мест с этими камнями, потом обработать, может какая-нибудь закономерность выявится, почему они там находятся, почему как. Я хотел спросить, а вот балансирующие камни, вот масляный камень в Индии, вот этот, в Финляндии, Карелии, это остатки бывших потопов, когда поток нес камень и аккуратненько ставил вот на это. Не волнуйся, вы же видели, как аккуратненько он стоит. А вот так не положили, причем так точку нашли вот этого большого камня, что ну явно, что… Прицеливались. Но это не процесс выветривания. Нет, это монолит. Рядом вокруг нету никаких осыпей, никаких камней, упавших рядом. Вот просто монолит лежит и все. А рядом чего? Ну его просто положили туда, со знанием дела. Как? Ну что положил, поставили. Ну, я говорю, да. Я хочу, знаете, еще показать. Мы потом на Батнапуте и Выборг заехали, и мы обследовали еще один дом, стоящий на Большом-Большом Луне. Сейчас, давайте посмотреть. А в Финляндии уже где нужно, да? В Финляндии, да. Вот обратите внимание, вот эта вот большая гладкая поверхность, то же самое, дом построен. И вот ступени. Я пытался понять, они или вырублены, или они сформированы, когда еще было гораздо вязко и мягко подать его пахнет. Дом на скале. Да. Отливка. Отливка. Отливка или удолбили? Ну, я думаю, что где-то удолбили. Ну, я думаю, что где-то удолбили. Вот место сверления. Вот еще место сверления. Еще место сверления. И напоследок еще хочу показать вам просто старое здание, в которое сделали печный дымоход и что из него получилось. Характерные следы от покладки печных труб, дымоходов. Дымоход, дымоход. И дом из этого начал разваливаться. А так, в следующем году опять туда добавляемся. Еще есть места? Задание вам будет. Там еще один карьерчик надо обследовать. Как раз откуда могли и тащить границу. Давай-давай. Я покажу, куда район мы едем. И все, что начинает наши границы, мы будем все обследовать. Ну, то, что тело Луны находится на высших точках этих каменных утесов, это да. Ну, откуда они берутся просто и как они туда попались. Значит, такой экспром приехал с Казахстана, мы там работали геофизику, делали, а потом заехал в Самарканд. Ну, давно хотели. Была такая казнь. Собственно, сейчас видео включу. Из него, в принципе, все понятно. Вот, это вот степь. Значит, район Семипалатинска. 20 километров Семипалатинский полигон. Скажу, что сразу. Радиации там 6 микроринкет. Вообще нет. Это территория, вот, окрестности. Ну, вот такие условия, собственно. Какая температура? Температура, ну, 40. Комфортная? Да, нормально все. Как видите. Кондиционеры. Похудела, значит, загорела. Вот такие степи, да. Внимание на экран. Значит, вот такие камешки лежат. Разного цвета. Окатанная галечка. Если я виду, да. Просто... Это кто? Это я. Сейчас по дороге поедем. Я покажу его нам. Вот. Вот. Вот такая слабо окатанная галечка. Кварц. Кварц. Разного цвета. Абсолютно. От черного до белого. Красный. Какой угодно. Не выключилась. Ракушка. И... Ни одной ракушки. Это, как говорят геологи, дно моря. Нет ракушек. Нет ракушек. У меня буровые данные на 100 метров есть. А колодец потом могу показать. Ничего. Вот. Да. Значит, сверху где-то порядка 15 метров вот такая супесь глимистая. А дальше идет песчаник плотный, кварцевый. И вниз пошел. То есть вот породы такие. Но при этом там ничего не растет. Вот смотрите внимание. Видите такие вот? Вот такие вот. То, что Андрей показывал. Ну да. Это прибойные части. А. Вот они. Смотрите. Видите? Рельеф. Видите? Повышается. И вот они. Это части... Взрывов. Не, не взрывов. Это части волн, которые намывали. Смотрите. Они кругом. Ракушек нету. Тканечки лежат сверху. А воротки от земли подставались под землю? Нет. Нет. Т.е. Камни лежат в слое буквально нескольких сантиметров. Коренных пород гор, которые рядом, они в нескольких десятках километров. Но я вот снимал, если вы видели. Вот. Камни по всей степи. Не просто здесь, а вообще по всему Казахстану почти. Где вы где-нибудь горы видите? Нет? Ну там далеко. Это километр двадцать-тридцать. Еще раз. Ракушек нет. Это даже не солончаки. В Казахстане где-то еще солончаки есть. Вот, да. Но здесь даже и в принципе солончаков очень-очень мало. Есть там озера, но очень... Остаточные озера маленькие остались. Прям вот соль остается. То есть о чем это, собственно, говорит? Ммм… Ммм… Ммм. Ммм… 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 Мм… Ммм… 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 То есть вот такая красивая трахва через неделю. Мы попали под пожар. Там метра три-четырести нашло. еле успели уехать потом правда вернулись был пожар горела степь через неделю трава зеленая а очень интересно вечером не вечером а где-то утром начался маленький маленький дождик пошел и грозы начали бить в район где как раз полигона как начали бабахать такие ну ладно в обед такие ребята ой дымится бит на степь горит ну ладно что вечером такие раз смотрим там стена километров пять идет в итоге успели собраться ветер к нам шел у меня видео где-то есть интереса потом выложу посмотреть собственно таки да условия так это уголь да вот снимаю разрез называется зуб это приема когда с промывочкой моют буровую техническая водичка и угоняем туда-сюда вот видите разрез камешков нет это не ближе это супе сейчас вы видите песочек там блинка есть но и очень мало рожеватая сейчас вы видите я его беру вот видите даже не клеится то есть вот камешки лежат просто снаружи вот вопрос очень интересный 100 шурф но где-то полметра делается где-то в стороне просто сейчас здесь видно будет дорога концентрация просто там вымывает смотрите видите цвет сразу смотрите камень цвет видите раз вообще абсолютно да вот слой вот так вот несколько сантиметров все и по всей по всей степи это скорее всего углифицированная порода черненькая и это много ветер ничего не слышно что бы это было видно никто туда ее не принес и не насыпал если был фату много-много лет назад то мы его пыльными бурями и осадочным чехлом накрыло ничего не накрыло ракушек нету но все геологи говорят дно древнего моря ну и чего я просто показываю точку может там не верю еще какие-то будут может координаты посмотреть gps меня обманешь любители так это можно и закончить именно по казахстану никто туда я не присыпал не засыпал ее откуда-то принесло ракушек нет дно древнего моря вот и выводы и это было вообще недавно территория как раз помните может быть карта каспийское море аральское оно было большое это как раз в этой зоне да вы помните старая карта есть как раз 15 века когда каспий орал там на кровать большие типа да вот географы говорят они неправильно карты не составили да нет оно там и было если помните рассказал орал осад центре аральского моря 1480 год монет вышли 15 век они с 15 века город орал осад да вот открыли я просто десна не было возможности туда доехать но финансы нам авансик не выдали сильно я поэтому там и не задержался так бы я там остался и съездил бы на это орал осад кто уголь никогда не видел вот пустите передавали узнайте что такое настоящий уголь тот который мы видим он не настоящий это кадыкчанский уголь дайте подтверждаю уголь а тут не будешь права нет ну здесь все очевидно я понял значит а но вот этого моря значит это вот пожалуйста по поводу Андрея то что говорит потоп Дима у тебя не было ракушки это между морями быстрый вброс воды не успела образоваться фауна и ушло а вот я правильно в фарале есть ракушки оно при быстром вбросе воды разве ракушки не могут заместись могут но они там не могут размножиться они остались на по контурам берега Аральского моря то которое более медленно уходило это последняя чашка осталась а на большой территории когда разве был он был кратковременный просто в таких объемах ракушки не могли образоваться почему быстро нет нет нету буровые скважины 10 штук на глубину геологи они обычно фиксируют эти моменты но у меня керны лежат нет сейчас рассказываю ракушки образуются только в прибойной прибережной зоне они не внутри нет нет не бывает и нужно время чтобы они образовывались на этом период определенное а так как ну море быстро отступало они просто не образовывались вот и все это быстрый вброс воды быстрый уход все а сейчас будем делать я только приехал сейчас будем делать отчет а там бурить будет дальше по нашим талантам нет там уголь есть мы просто его оконтурим ну как а бурить для чего объемы считать запасов мы же геофизики мы же только локализуем очаг а они уже объемы считают сами у вас геофизик рядом сидит может значит что дальше я поехал в Самарканд древний Самарканд древнее городище Афросиав раскопки открыто и спокойно заходишь никого народу нет был куэрам-барам я вообще один на этой территории ходил и жара и пробавая жара конечно замечательно но дует ветер в принципе не так чувствуется ну сыграй чтобы быстро значит раскопки я сейчас дулю показ фотографии а в левом углу нижней это тень это тень обожженный кирпич плитка это раскопы общий клан значит керамика все так плохо видно валуны объясняю что такое афросиав самая высокая точка Самарканда это древний город такие валуны и опять галечка вот разбросанная опять где-то метра полтора два слой то что это действительно городище оно уже не описано первое упоминание как нам говорят википедии седьмой век до нашей эры и город был заброшен тринадцатый век после захвата его Чингисхана ну как бы там вроде как забросили и он там и он там как-то все засыпал пыль это пыль не ветеран это лесовые породы сейчас я расскажу подождите не спешите вы сейчас насладитесь я вам потом дальше буду рассказывать значит к сожалению здесь не видно вот в этом слое это буквально несколько десяток сантиметров два-три десятка находится галька луны это два метра это находится фундамент здания говорят местные растащили ну вроде стен не знаю это где-то порядка двадцати квадратных километров территория как они смогли все это растащить обломки вот это обломки керамики кирпичей полиэтилен действительно старое городище как бы а здесь самое интересное кто-нибудь видит кто-то подровнял свои коренные глины опять же лесовые абсолютно одинаковая порода отделена четко это шов а здесь уже более рыхлые здесь галька косточки черепицы ну и то что мы видели в крыму там мощность больше здесь просто мы находимся в степи речка рядом речка вонючка течет небольшая было понятно это фактически горы высота порядка 800 метров ну около километра как раз не низина это горы это горы то есть там до моря вообще середина да да это горы это подножие гор вот опять же все это вот шур слева там шуну справа да по-моему очевидно здесь более плотная порода здесь рыка ну я не знаю тут что-то объяснять дальше значит это все раскопы чистые воды пожалуйста посещение без проблем заходите гуляете вот ну вот я там несколько ну видно да вот белые косточки здесь керамика здесь а 4 метра где-то здесь ну полтора-два здесь ну чтобы то есть вот на нос где-то полтора-два метра в среднем покрупнее там пробовал бы единственное что плохо снималось яркое солнце очень не это вообще самая верхотура то есть верхний холм самая высокая точка это вот опять же слой видно кирпичики идут обожженные это вот и вот такая штука самая высокая точка самарканда вообще то есть древний афросиал что там как откуда это все сделалось опять же в этом слое галечка керамика еще культур культурной скультурной бескультурной как хотите так и называйте просто вот вот горизонт видно да реально он горизонт относится вот такой холмик видно видите крошула опять же самая высокая точка здесь дворец был косточки камешки мусорная яма ну как это да забросили город костей набросали ну нормально значит опять вот если видно валуны высокая точка самая еще раз это я снимаю чтобы вы понимали с этой точки вот он самарканд весь а регистан сейчас покажу вот здесь по моему регистан да где-то тут здесь был древний городище кто-то его называл марокканда потом это самарканд ну в общем и целом это так вот опять иду галечник откуда там опять вверху верхнем слое как в казахстане я сначала внимание там особо не стал обращать а вот самое интересное это опять же самая высокая точка здесь видно да вы видите галька камешки косточки просто вот крупный план взял но в принципе на фотографии неплохо видно вот сейчас увеличил это вообще вот это сам самая высокая точка ну собственно вот вот так все там есть в отвалах большое количество керамики стекла я сейчас покажу я привез вот эта вся вещь называется лёс лёсовые породы это породы из мелких частиц менее миллиметра они плотные все из них построен весь самарканд собственно вся средняя азия кирпич из них сделан такие жёлто-пылеватый жёлто-пылеватый кирпич вот достаточно крепкий в сухом состоянии как видите свойство этого материала какое откосы называется углы естества откоса откосы держит вертикально но если пойдут дожди он просто валится как не знаю что то есть просто кусками отваливается то есть если серьёзный хороший дождь пойдёт это всё сыпется собственно что нам говорит википедия по поводу того что такое фасиап значит находится расположен город старый 7 век до нашей эры 13 век нашей эры да находится на лёсовых холмах собственно весь сам самарканд на лёсе стоит как я сказал что лёса это такие мелкие частицы полеватые а самое интересное другое что лёс вы видели более плотный на нём построен город и сверху опять лёсом занесён лёсом уже с галечкой вопрос к учёным что же такое лёс лёсом они дают классификацию и 150 лет уже спорят откуда он взялся они не знают теории происхождения лёсов до сих пор три основные это космическая пыль разрушенные горные породы и третья версия значит тоже связано с разрушением горных пород в общем и целом но процесс переноса вот этих всех вещей никто точно не знает вообще никак отсюда собственно если вы помните версию Олега Павличенко по поводу того что это всё падало с неба она не лишена смысла и мало того её выдвигали ещё 150 лет назад да учёные то есть это вулканический пепел нет не космическая пыль просто у нас космическая пыль на землю падает в достаточно больших объёмах её можно наблюдать периодически есть даже факт может это какой-то ил выминерализированный сейчас сейчас подойдём три версии я сейчас расскажу собственно единого мнения до сих пор нет 150 лет учёные-геологи вот смотрите опять к вопросу о единости значит вообще учёных нет единого мнения есть только гипотезы три основных гипотезы а теперь давайте посмотрим что же говорит нам бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода Елисеев известный учёный он исследовал эти лёсы не просто так а вот табличка элитологический состав условий залегания лёсов не позволяет считать их алювиальными осадками алювиальный это сносы горных пород вместе с галькой вот глину гальку и то что в реках дельювиальный генезис лёсов значит скорее всего можно принять за дельювиальный осадок не согласуется с таким фактом если сравнить химический анализ лёсов и подстилающих гранитов бросается в глаза резкое увеличение почти восемь раз содержание кальцита в лёсах по сравнению с гранитами тут приводится таблица химический анализ лёсов и гранита северо-западной части хребта Джудгарской Алатаны если это продукты выветривания гранитов они должны по химическому составу полностью соответствовать а он пишет только не соответствует в Средней Азии это поэтому вопрос тогда ребят значит это не коровое ветривание гранитов она как бы походит но вот химический состав тут цифры разнятся я не будем в принципе сильно удаляться в это дело это научная книжка значит в то же время увеличение карбонатов ну кальцитов да нельзя связать с высоким с выносом их из гранитов и передложением ниже подклона это делюви так называемый делюви это рыхлые осадки разрушения горных пород они в подножии обычно он говорит это не оно это ученый говорит это не просто так это СССР там цензура чистый гор так как кварц, кулевые шпаты и биотит в шлифе из лёсов в свежие не выветрилы считать что увеличение количества карбонатов связано с привносом грунтовой водой казалось бы легко осуществляется вряд ли возможно так как в шлифах видно что в лёсах много обломочного кальцита ну собственно что он говорит что на основании изложенного можно сделать вывод что лёсы Средней Азии и Казахстана накапливались вообще вне всякой связи с пролювием так как никакой генетической связи между ними и пролювием не обнаруживается это не продукт выветривания горных пород человек всё это доказал на примере множества таблиц вот это всё есть это не просто так это это серьёзная научная работа была это первое то есть если упростить то получается как бы он доказал то что природным путём оно не может оказаться вместе оно это не продукт выветривания разрушения горных пород и это что-то другое это вот это фактический анализ серьёзной научной работы берём книжку Эн и Кригер очень серьёзный учёный его везде суют во всей диссертации по лёсам вообще лёса это проблема именно техногенного характера она и у нас проблема это просадочные грунты у нас Москва тоже его и вообще его средняя полоса всё когда сильное увлажнение идёт там просадки и разрушения фундаментов это вообще проблема я сейчас покажу статью Крюгер что же пишет нам Крюгер Крюгер тут написал что разные были версии образования лёсов и одна из них была идея катастрофизма 1828 год то есть это первая идея после обследования лёсов вот на чём собственно стоит вот это всё дело город что же он говорит что при зарождении учения о лёсе в биологии чувствовалось веяние идеи школы нептунистов приверженцев сказаний о потопе и последователей теории катастроф браво что тут ещё сказать первое что проходило на ум это очевидные вещи потом эту теорию задвинули и т.д. и т.п. сказали что это ребята значит продукт выветривания горных пород космическая пыль но ни в коем случае не потоп вот никак но это люди исследовали это немцы ребята у нас идеология собственно с Германии пришла немцы молодцы у них серьёзная терминология это тоже умная книжка я говорю везде во всех диссертациях суют что же нам МГУшники рассказывают проблема лёсов соколов там какой-то тоже интересный товарищ проблема лёсовых пород или лёсов уже более 100 лет обсуждать с геологами поправлю там 150 почеловедами географами археологами строителями мелиораторами этот интерес обусловен широким распространением лёсовых пород неясностью их происхождения и такими неблагоприятными в строительном и гидро мелиоративном отношении особенности как интенсивное размокание в воде высокая просадочность способность породы к сильному уплотнению при промачивании её водой под действием собственного веса или внешней нагрузки значит кроме больших запасов питательных веществ лёсовая порода является хорошим субстратом для развития чернозёмов и сирозёмов то есть почв отличающих высоким плодородием под всеми чернозёмами и сирозёмами плодородами почвы лежат лёсы ну как мы уже выяснили а бактерии которые живут и вообще они да кто в экспедициях у нас был да они поедают это всю вещь и делают чернозём то есть это их отходы жизнедеятельности по сути потом на которую нам растут лёсы подстилают все чернозёмы по сути что было понятно уже в глубокой древности людям было хорошо известна странная порода светло-отпалевого цвета часто выходящая на поверхность террасовых уступов речных долин заполняющих многочисленные межгорные впадины местное население знало что эти породы в сухом состоянии обладают высокой прочностью способны держаться вертикальных отбросов из них делали необожжённые саманы кирпич потом он быстро разрушается то есть у нас китайская стена была сделана сейчас новое это уже наклепали а то что саманы быстро сляпали там тандыр еще что-то хоп-хоп-хоп-хоп-хоп он там какое-то время живет если соломы засунули армированным покривче собственно из него в Азии все делают не только в Азии но и в Краснодарском крае то же самое сейчас покажу термин лёс впервые был введен в 1623 году Леонардом значит ну и до сих пор четкой границы понимания лёсов нету кто-то говорит это так все но в общем и целом какой-то вывели что такое лёс это вот сейчас будет показано это лёс Турция нет это не Турция это Китай провинция Юань значит достигает лёс от первых метров до 100 метров мощности сейчас не будем где конкретно сейчас я всю карту покажу значит распространение лёсов вуаля карты не везде не везде значит жёлтые это более мощные до 100 метров ну и так зелёненькие это так легко ну где был Казахстан где-то здесь я был там попадает в зону лёсов значит Самаркан где-то здесь стоит просто вот достаточно мощный несколько десятков метров зелёные не мощные по-моему да до по-моему 20 метров 30 и здесь 100 100 градация где-то первые десятки метров зелёные 10 там 20 а где на нашей территории его практически нет лёсов ну скажем так не смыли ура вот мезлота а мезлота её оттуда смыло кстати вот Андрей вот север Колыма Лёс, то, что ты где ходил, значит, нет, он вообще сверху лежит, ты просто лёс не понимаешь, это даже песок, это очень-очень мелкие полеватые частицы, это и песок, и глинки, то есть там понятие, кто хочет, посмотрит, скажем так, карта составлена грамотными людьми, на это выделяясь большие деньги, значит, и что же нам, товарищи, умные МГУшники пишут, лёсы, это молодые отложения четвертичной системы, возникшей в недавнее геологическое время, не более полутора миллионов, но в определенное время на физико-географических условиях они могут образовываться прямо на глазах у человека, например, в результате пыльных бурьев, когда они делают замечания, ну ладно, договоримся, говорят ученые. Это идеальная вот у них способность дать определение так, чтобы... Замечуя, вообще еще не было понятно, все, но еще раз говорю, это все подстилающий погров, вы все это видели, лёс, камешки лежат, это все вот первый метр, все. На них город Самарканд стоит. Вся Средняя Азия, то, что вот её засыпало, еще что-то откуда-что... Сейчас говорить о происхождении лёсов, как они перемещаются сложно, но то, что это последний покрывной осадочный материал, это факт. Помните, я рассказывал, вот Каспийское море, вот здесь вот было море древнее, и вот он нарисовано было. Да. Вот здесь видно, там песочек остался, смыло все, и потом лёс согнало реками, вот видите, с желтых, более зеленых. Тут речки, его потом согнал, он молодой, там небольшой слой. То есть, этого не было, то есть, можно сейчас по лесу... И, кстати, помните перелив Каспийского моря в чёрное? Нет. Нету. Его смыло, он даже не накопиться не успел. Ну, в самом море нет там песок. То есть, лёс, видимо, переносится большими пыльными бурями достаточно быстро. Но откуда он вообще взялся, науке это неизвестно. Я думаю, где-то я видел эту карту, потом вспомнил, да? Кстати, смещение оси и почвы. Была у родлайна, его там постили все, кому не лень. Вот они лёсы, вот смыв был, оттуда смещение, вот они все лежат. Самое интересное другое, я вот эту тему изучал, я поехал как раз за этим. Вот чернозёмы. Они лежат в направлении не восток-запад, а чуть смещены. Как раз, если взять на север, грубо говоря, если предположить, что ветрами разносило вот эти бактерии, и у нас ветра все-таки вдоль параллелей находится, то оно противоречит этому делу. Если направить это все дело, это на полюс Гренландии. Эта статья, собственно, это все доказывает. Просто коллега, к сожалению, не сделал вывод о лёсах, что они являются чистым маркером потопа. Потоп, следствие поворота оси, как Андрей и, собственно, все это понимают, но он явный маркер потопа. Об этом как бы, ну, я не знаю, тут уже, по-моему, очевидно. Почему геологи не могут сойтись в едином мнении? Потому что все рассматривают локальные участки и не рассматривают планету как один большой организм, что происходило на ней в какой период времени. Один-то оказывает в своём регионе, второй в третьем. То есть специалист по левому уху, по правому, по глазу, там, ещё что-то, по ноге, по руке. А связать всё это воедино, к сожалению, такой задачи почему-то научный мир не ставит. Я так понимаю, почему. Потому что такие, видимо, чудеса, катастрофы происходят с периодичностью раз в пятьсот лет. Вот. Пора уже. Да, да, где-то так. И об этом многие говорят. Вот. Это так называемый великий индикт, по-моему, двести, два, пятьсот, там. Нет, по-моему, четыреста, девяносто, там, с чем-то там, не больше. Кто-то чего-то. Вообще, великий индикт, индиктивом, по-моему, называют пятьсот, по-моему, двенадцать или пятьсот, что-то такое лет. Ну, пятьсот лет, так, в среднем, в общем и целом. Если отсчитать, собственно, все эти вещи и понимать, что это где-то шестнадцатый век был, когда Америку открывали. Мы до поруки. Да. Я, собственно, и занялся этим, мне было интересно. Вот такая карта лёсов. То, что сверху лежат камешки, она о чем говорит? О том, что происходили определенные вещи, достаточно серьезного масштаба, про которые почему-то в исторических хрониках не сильно как-то написано. Или, скажем так, наверное, написано, просто это все не пиарится, да. И объяснять, допустим, перемещением космической пыли, допустим, лёсов, вот как в Самарканде, да, я показывал, да? Значит, но объяснить, что же там Галечка делает. Вот эта верхушка. Построили там в Самарканде в другом месте более новый дворец, этот забросили. Из 13 века откуда взялся лёс? А мало кто знает, что Самарканд-то, когда в 19 веке, в 1870-х годах стали завоевывать Среднюю Азию, все города, вообще все поголовно, были занесены вот этим лёсом многометровым слоем. Его откапывали. И Самарканд тоже откапывали. Куда дели, а то, что он пропадал? Это никому не вопрос. Куда-то откапывали. Но смысл такой... А из него кирпичи делали? Весь Самарканд из этих кирпичей? Да. Бери, лепи, собственно. То есть вся Средняя Азия, почему её, собственно, и завоевала Россия, там ещё что-то. Да она не сопротивлялась там. Что там сопротивлялась-то? Они просто заходили и всё. Раскопки сразу начинались практически. Самое интересное другое, что раскопки начинались практически сразу. Они что-то искали. То есть карты были? Конечно. То есть это вот остатки тартарии. И в небольшом далёком прошлом они знали, что где были города. А местные ребята, которые там показывают на старых фотографиях, я, к сожалению, вот этот файл не скопировал. У меня есть альбом цветных фотографий. Вы можете посмотреть туркестанский альбом 1900 какого-то года. Замечательный снег. Там показывают, какое состояние самаркандцев и вообще азиатов в Туркестане, как они жили. Да какие там великие, они вот перебивались. Вы понимаете, это вот кошмар был. У меня очень сложилось впечатление, что он не просто так фотографирует. Ну может быть это уже додумки всё, но я как-то просмотрел, я не знаю, невероятное множество сотых фотографий именно в Туркестане в Туркестане в период с 2 по 12 год, по-моему. Да. Он делал фотоотчёт. На Востоках. Не, просто он фотографирует конкретные вещи. Конкретные вещи, конечно. Не случайные. Да. То есть, города были разрушены, занесены, их просто откапывают. Ну, я думаю, что вот такое свидетельство очевидно. Больше. Всё. У меня, собственно, всё. На самом деле, цель моей поездки в Самарканд была совсем другая. Тут, к сожалению, Евгений Нецкарин, он мне в прошлый раз задал вопрос по поводу, я помните, рассказал, там смещение оси было, там ещё что-то. Он говорит, ну как же так, обсерваторию Лурбека. Мы попросили коллегу нашего самаркандского сходить в обсерваторию Лурбека и сфотографировать. Там были иероглифы, я нашёл некоторые вещи, доказывающие сто процентов, что обсерватория Лурбека – это новоделы и просто подделка. Почему? Потому что она ориентирована точно на Северный полюс. Фактически эти данные я нашёл, я в следующий раз подготовлю материал, просто я только приехал, не буду рассказывать. То, что это был новодел и подделка, которая единственное доказывает направление на Северный полюс – это факт. Я вам расскажу. Следите. Продолжение следует. Продолжение следует.